В ожидании чуда. На улице зима, идет снежок, а в интернате доверие. Ребята готовят с настоящими поварами, которых для них пригласила компания «Газпром Космические Системы». На небольших кухоньках вовсю кипит работа. Повара и юные ассистенты готовят, судя по всему, кулинарные шедевры, а в процессе получают невероятный и очень необходимый обмен опытом и эмоциями. В школу-интернат доверия в Алмазово приехали сразу два профессиональных кулинара. Не просто повара, а мастера своего дела – Андрей Куспец и Анна Семенова. Мы сегодня очень благодарны нашим давним друзьям «Газпром Космические Системы», которые сегодня для наших ребят, в преддверии как раз замечательного, самого волшебного, самого долгожданного детского праздника, приготовили такой, я бы сказала, необычный новогодний подарок. Вот сегодня у нас проводятся два мастер-класса с профессиональными шеф-поварами. Гуру дел колбасных Андрей Куспец наглядно показал самым любознательным любителям мясных блюд, как делают колбасу. И вот совместная работа по размешиванию фарша начинается. Для юных поваров ингредиенты уже готовы, техника профессиональная тоже. А в соседней квартире создатель кулинарной школы «Хорошего вкуса» Анна Семенова с командой травоядных готовит кускус и запеченные яблоки с медом, орехами и сухофруктами. Судя по увлеченности ребят, процесс им очень нравится. Они всегда с удовольствием занимаются любой совместной деятельностью. А сегодняшняя деятельность, она очень нам нужна, потому что у нас очень много ребят-подростков, которые уже планируют поступать уже буквально в следующем году в профессиональные организации на профобучение. И мы уже знаем, что двое ребят из нашего детского дома будут обучаться на поваров. Такие полезные подарки компания «Газпром Космические системы» дарит ребятам из Алмазова регулярно. Устраивают праздники, проводят различные мероприятия. На этот раз к добрым делам присоединился и Драгомиловский рынок. Смотришь на лица ребят, которые заинтересованы, что-то творят, что-то делают, для них в любом случае это уже праздник. Это всегда приятно. Приятно всегда быть теми, кто имеет возможность и помогает. Какую профессию выбрать в этот день с этим вопросом, похоже, определились сразу несколько ребят из интерната доверия. Так, под руководством колбасного мастера Андрея Куспица сразу трое мальчишек вполне удачно накрутили колбасок для жарки. И хоть процесс был упрощен уже перекрученным фаршем, впечатлений от этого не убыло. Мы не могли, к сожалению, перемолоть мясо, измельчить его. Мы только помешали руками со специями и маленьким домашним колбасным спорецом немножечко повыбивали в свиные оболочки, связали ребят колбаски. И команда из трех энтузиастов занималась их тушением. Порадовали мальчишки и создатели кулинарной школы Анну Семенову. Вы знаете, ребята меня поразили и знаниями, и умениями. Очень здорово было видеть, когда что-то не получалось, они все равно продолжали это делать. И для меня было, например, откровением, когда мальчик просто говорит, а где каенский перец, а где чили перец. Ну и, конечно, в полном восторге остались сами участники этого действа. Я помогал Анне, которая объясняла, как делать, как резать. Вот, я помогал, все, нарезал. Вкусно, как ты думаешь? Да, я думаю, вкусно. Ну иди пробуй, давай. Так с пользой и вкусом прошел день профессионального мастерства в интернате доверия. Лилия Тимеева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». КОНЕЦАНТИЯ Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо.